МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассвет с севера в Хроте состоялись традиционные гонки на оленях упряжках в рамках ненецкого праздника НЕРТ-ЯЛУМ. Что еще организаторы подготовили для гостей? Репортаж из поселка, окруженные территорией Республики Коми. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! С главными событиями первого рабочего дня в студиях. Итанзийский. Мы начинаем. В Ненецком округе, как и по всей стране, отметили пятую годовщину присоединения Крыма к Российской Федерации. Напомню, исторический без преувеличения референдум состоялся 16 марта 2014-го. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение. В честь этого события в регионе в минувшую субботу состоялись различные акции, праздничный концерт и даже спортивный турнир. Ну а сегодня о Крыме и его туристической привлекательности говорили наши коллеги, ведущие радио «Север-ФМ» Настя Максимова и Иван Шоу. Слушатели, в частности, рассказывали в прямом эфире свои истории о том, как и где именно они отдыхали на полуострове. Подробности прямо сейчас. Всем привет! Это прямой эфир. В студии сегодня Настя Максимова и я, Иван Шоу. Мы сегодня решили поговорить о присоединении Крыма к России. Многие ли жители Ненинского округа ездили в Крым? На чем и какие достопримечательности нужно обязательно увидеть своими глазами? Вопросы, ответы на которые в прямом эфире сегодня ищут Настя Максимова и Иван Шоу. СМС-сообщения от радиослушателей в студию приходят практически беспрерывно. Главные тезисы – да, путешествовали, нам очень понравилось, непременно вернемся еще. Не обошлось и без телефонных звонков. Эмоциональный рассказ жительницы Наринмара, словно из Крыма она вернулась только вчера, затягивается на несколько минут. Скажите, Елена, что больше всего прям запомнилось? Какие-то места, может, определенные, что запали вам в душу? Но, конечно, бесспорно, Ялта, Южный берег Крыма, вообще шикарный, конечно, город, очень такой красивый, намного красивее, мне кажется, даже, чем Геленджик. Правда, в Сочи, правда, не была, не могу сравнить, но намного лучше Ялт, Анапы и даже Геленджика. Тут уже прозвучали такие названия, что Евпатория, Феодосия, это все классно, но немножко, наверное, забыли еще один город. Это Бахчисарай. Бахчисарай, да. Не дошли до него. Он, конечно, там нет моря, да, там нет моря, там, может быть, он такой нераскрученный, но тоже по своей сути, город, конечно, тоже такой необыкновенный. Один из главных вопросов, которые ведущие задают радиослушателям, что на полуострове им запомнилось больше всего. Выяснилось, у многих уже давно есть свои особые и любимые места. При этом некоторые стараются возвращаться туда. Теперь каждый отпуск. Есть какое-то любимое место, где именно пляжного отдыха? Где самые лучшие пляжи в Крыму, вот именно по вашей версии? Ну, вот мы отдыхали в Эпотории, то есть от Эпотории еще ехать надо недалеко, там приозерное, по-моему, если память не изменяет. Там дикий пляж, чистый песок, очень красиво. А вот песок именно, не галька, а песок? Песочек, да, белый песочек. Они нам рассказывают, пишут смс-сообщения и делятся своими впечатлениями. И какие-то вот секретные места выдают, которые мы, например, никогда не слышали и не видели. Ну, всегда же это интереснее, когда человек личным опытом делится, и ты составляешь какое-то свое впечатление от того или иного места. Секретными местами в Крыму поделились и сами ведущие. Одно из них – Каяшское озеро морского происхождения, расположенное на южном побережье Кешинского полуострова. Его уникальность в том, что в зависимости от сезона в озере меняется цвет воды. От нежно-розовых до интенсивно-красных и ярко-оранжевых оттенков. Всему виной микроскопические водоросли, насыщенные пигментом соответствующей цветовой гаммы. Просто когда озеро цветет, и когда оно все в водорослях, именно зеленых, не очень хочется заходить в воду. А когда в розовую, ну, это чисто ради интереса. Ну, ты знаешь, заходить, конечно, тоже не хочется, но посмотреть можно. Ну, ради интереса просто хотя бы зайти. Ну, мне кажется, для любителей. В зеленом был, в розовом не было. Интересный факт. В прошлом году количество туристов в Крыму побило рекордные показатели постсоветского периода. За весь 2018-й полуостров посетили более 6 миллионов человек. Это на 29% выше, чем в 2017-м. Что касается предстоящего сезона отпусков, то в республике не исключают нового рекордного показателя по количеству туристов. Олег Катанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». К пятилетию воссоединения Крыма с Россией в Ненинском округе приурочили выдачу паспортов гражданам, достигшим 14 лет. Важный документ получили 25 юных жителей региона. Мероприятие прошло в рамках программы «Патриотическое воспитание населения Ненинского округа» и «Всероссийской акции «Я гражданин России». Традиционным исполнением гимна торжественную церемонию открыл кадетский хор Отечества. С напутственными словами о вступлении во взрослую жизнь к школьникам обратились представители власти и силовых ведомств. С появлением паспорта у вас появляется больше возможностей для этого. Будьте жадными до жизни, будьте жадными до знаний, будьте честными. Вы уже люди с удивительной судьбой, потому что родились в Ненинском автономном округе. Данное событие знаменательно еще и тем, наряду с присягой данной вами гражданина Российской Федерации, знаменательно подчеркивается тем, что оно еще является поводом серьезно задуматься о выборе вашего места в жизни, о достойном применении ваших сил в совершенно различных сферах государственного устройства. Паспорт – самый важный документ в жизни каждого человека. На церемонии его получили 25 жителей Заполярной столицы. В качестве подарка – обложка с символикой Ненинского округа. Что значит быть гражданином России? На этот вопрос ответили главные виновники торжества. Для меня быть гражданином России – это, во-первых, любить свою родину. Для меня – это значит получить паспорт, это значит стать гражданином. Это значит любить родину, это значит жить на родине, это значит жить в России, соблюдать правила, которые прописаны в Конституции России. Каждый человек должен иметь свою регион, свою страну. Акция «Я гражданин России» проводится с целью воспитания патриотизма у молодого поколения. Напомню, на этот раз мероприятие приурочили к знаменательной дате – присоединению Крыма. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Ненинский округ приступил к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он рассчитан на три года – с 2019 по 2024. Основная цель всероссийского проекта – сделать региональные и местные дороги комфортными, а также снизить аварийность и смертность в результате ДТП. Финансирование соответствующих программ субъектов будет из федерального и регионального бюджетов. В соответствии с региональным паспортом проекта к 2019 году доля региональных и муниципальных дорог общего пользования составит 34,5% региональных дорог в нормативе, а в 2020 – 36,6%. К 2025 году по итогам реализации национального проекта в Ненинском округе доля таких дорог должна составить 81,5%. При этом достижение показателя возможно при софинансировании строительства автомобильной дороги на Ринмар-Усинск за счет средств федерального бюджета по иным межбюджетным трансферам региона. Для достижения этой цели нам позволяет достигнуть данную цель – это строительство участка автомобильной дороги, вернее, не участка автомобильной дороги на Ринмар-Усинск. Стройка ведется, в прошлом году мы ввели четвертый этап, в этом году у нас должен вестись третий этап данной дороги. Значит, строительство первых двух этапов по первому участку. Так уже в апреле этого года планируется выделение с федерального бюджета 200 миллионов рублей на строительство. В 2019 году стартует работа по шести объектам дорожной инфраструктуры. Дорога по улице Дружба, дорога, ведущая на станцию по борьбе с болезнями животных, дороги на Ринмар-Искатели, на Ринмар-Красное, улица Ленина-Хатанзейского. По состоянию на 31 декабря 2017 года доля автомобильных дорог общего пользования местного назначения Ненецкого округа, находящихся в нормативном состоянии, была 63,3%. Рост показателя по итогам составит 71,1% в 2019 году до 90,3% в 2024 году. Сюда входят региональные дороги и дорога по улице авиаторов. Там жалоб очень много поступает, и жалоб, и предписание прокуратуры. Ну и сами понимаем, что там нет освещения, нет тротуаров нормальных. Плюс город у нас в этом году заканчивает проект по ремонту улицы Заводской. Также мы начнем, планируем начать тоже разработку ряда проектов по дорогам, которые необходимо приводить в нормативное состояние. Кроме того, запланированы ремонты аварийных мостов через лесозаводскую Курью и на Харягинском участке дороги через реку Колва. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется установить 7 камер, фото-видео фиксации, двух светофоров, посты, весогабаритного контроля для большегрузных машин. Предусматривается устройство, сейчас точно не могу сказать, но по крайней мере два светофора мы уже проектируем. И там рассматриваются вопросы еще установки светофорных объектов в местах, особенно где у нас находятся социальные объекты, это школа, больница. У нас в этом году еще самая важная задача поставить светофор. Это седьмое, это требование федерального законодательства, это по улице Северная около школы в Искателях. Объем финансирования регионального проекта по годам реализации составит 602 миллионов рублей в 2019 году до 1 миллиарда 214 миллионов рублей в 2024 году. Средства будут выделяться как из федерального бюджета, так и бюджета Ненецкого округа. Если в текущем году объем выделенных денег из федеральной казны будет составлять более 130 миллионов рублей, то начиная с 2020 года по 50 миллионов ежегодно. Вложения округа, напротив, будут расти с 468 миллионов в 2019 году до 1 миллиарда 164 миллионов в 2024 году. Напомним, национальные проекты запущены в 2019 году по указу президента России Владимира Путина и ориентированы на достижение целей по ключевым направлениям стратегического развития страны. Мы здесь живем. Под таким девизом активисты молодой гвардии организовали уборку детской игровой площадки в дворе многоквартирных жилых домов по улице Волчейского. Молодогвардейцы намерены проводить подобные акции и на других дворовых территориях, а к участию в уборке приглашают самих жителей. К сожалению, трактор чистого города МКСН не может сюда добраться, именно на территорию самой площадки, в силу того, что здесь просто-напросто нет проезда. Но по нашей договоренности он будет убирать снег оттуда, где мы его будем, за забором. Вооружившись лопатами, активисты молодой гвардии освобождают из снежного плена игровые элементы детской площадки. На месте бывшего сугроба появляются скамейки, заборы, даже ступеньки при входе на территорию. Молодогвардейцы признаются, рассчитывали, что жители ближайших домов присоединятся к уборке снега. Ведь на этих площадках смогут играть их дети. Мы развешали объявления на каждом подъезде в почтовые ящики. И, к сожалению, никто не пришел. Хотят, чтобы снега не было, но сами, к сожалению, не могут прийти. Но мы, в принципе, не против самостоятельно помочь общественности в решении этой проблемы. С собой активисты молодой гвардии привезли термопод с чаем и угощением. У нас традиционно летом проводятся дворовые праздники от молодой гвардии. В прошлом году мы порядка 130 праздников организовали. Но сегодня хотели немножко отойти, сделать все-таки уборку. Но для общественности, чтобы как-то их поблагодарить за помощь, организовали небольшой чай и угощение. Несмотря на низкую активность жителей многоквартирных домов, активисты молодой гвардии намерены продолжать свою акцию по уборке игровых площадок. И не теряют надежды на то, что смогут изменить отношение норинмарцев к благоустройству города. Любовь Пермякова, Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В поселке Харута прошли гонки на оленях упряжках «Нермьялунт», что в переводе с ненецкого означает «Рассвет севера». Одноименное название носит и сам колхоз, оленеводы которого вышли на старт. Помимо самих гонок, жителей и гостей праздника ожидала яркая концертная программа с выступлениями приглашенных артистов из Норинмара. Подробности в материале Натальи Кисляковой. Гонки на оленях упряжка – традиционно яркое зрелище. Эта давняя традиция ненецкого народа зародилась в глубинах тундры. На забегах выявляют, чьи олени самые быстрые и выносливые. По правилам гонок в упряжке четыре оленя и один вожак. Прежде чем выйти на соревнования, выбирают лучших оленей из стада. Ну а затем проводят ежедневные тренировки. На старт вышло 19 участников. Все они – претенденты на победу. Ну а перед началом заезда самому молодому, старшему и семье оленеводов вручили приятные подарки. Чтобы у него было все хорошо, чудесно, его начинающей, молодой, светущей жизни. На импровизированной сцене приезжие артисты устроили яркий праздничный концерт для жителей и гостей поселка. Неподалеку расположилась ярмарка и выставка ненецких костюмах, сшитых по старым традициям. Мне нравится праздник, то, что у нас поставили чум. Приехали гости из Норинмара, из Тельвицки. Выступление здесь красивая еще выставка. Вот этот костюм у меня сделала мама. И вся выставка у моей мамы, и детей из школы. Графика, отлично. Вот, ну вот, то, что вот с Норинмара приехали, вот, красиво вступает. По традиции, словами благодарности к оленеводам обратились представители власти. Оленеводство – древнейшее занятие коренных жителей тундры. Оленевод и чумработница – это больше, чем просто профессия. Это образ жизни. 2018 год для работников нашего кооператива был непростым. Но мы приложили максимум усилий для достижения положительного результата. Все это стало возможным благодаря труду наших работников, помощи организации поселка. Я хочу вас искренне поздравить с таким замечательным, знаменательным днем. И от всей души пожелать вам хорошего, доброго настроя на сохранение традиционной отрасли, как оленеводство. Поэтому мы гордимся вами и хотим, чтобы всегда продолжалось это дело ваших отцов. На торжественной церемонии почетным жителям, внесшим непосильный вклад в развитие поселка, вручили грамоты от собрания депутатов. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Десять наград различного достоинства завоевали окружные спортсмены на Кубке мира, мастеров среди ветеранов и любителей лыжного спорта. Соревнования проходили с 5 по 15 марта в Норвегии. Наш регион на Кубке мира представляла команда из пяти именитых лыжников Нинецкого округа, среди них София Кожевина и Николай Рочев. В субботу они вернулись в окружную столицу. В аэропорту Нарейнмары встречала наша съемочная группа. Спортсмены рассказали о своих успехах и поделились впечатлениями от участия в гонках. Бежали гонки как классикой, так и коньком, разной дистанции. Четыре золотых Саша Матвеев, самый молодой у нас гонщик в первой группе, который. Три медали Николая Рочева, две медали серебро у меня и одна медаль бронзовая у Ирины Матвеевны. Порой доля секунды решает, как распределиться тройке финалистов. Нашему спортсмену Николаю Рочеву не хватило всего пару секунд, чтобы обойти соперника. Вот девятая группа, где бежал Николай Рочев, группа была 70 человек. 70 человек он бежал, вот первый день бежал гонку 15 километров, проиграл только одну секунду. Одну секунду проиграл норвежский суд. Одну секунду, вообще обидно на 15 километрах. Второй день, опять снова 10 километров, 8 секунд проиграл шведу. Это вообще вот так. Скандинавы хорошо бежали. Да, сильные. В целом, результатом своего выступления наши спортсмены довольны. К соревнованиям они готовились, как всегда, ответственно и достойно представили наш регион на Кубке мира мастеров, забывав 10 медалей. Поездка стала возможной благодаря гранту компании «Лукойл», который был выделен клубу любителей лыжного спорта, на транспортные расходы. Чай средств спортсмены внесли за свой счет. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...